Манипулировать нельзя договориться. Россия и дальше продолжает игнорировать все международные правила и стандарты. И с пеной у рта доказывает свою правду. Вас чем там лечат? Вы после чего это все несете? Вы вообще в своем все уме там? Но как бы ни старались в российском МИДе, ненавистный им коллективный Запад выбирает сторону реальной дипломатии и гонит с шею российских послов и консулов. В большинстве так называемые дипломаты российские были высланы по одному формулированию. За деятельность, несовместимую со званием дипломата. Потому что это были не дипломаты. Преимущественно это службисты, разведчики, силовики, которые занимались недипломатической деятельностью. И как любит говорить Путин, в родную гавань, в порт постоянной прописки, в Россию вернулись уже 443 дипломата. Это ведь выслуга шпионов. И естественно это усложняет работу российских спецслужб за рубежом. А дальше больше. Членство России в Совете ООН по правам человека приостановили. Ну каким образом такая страна, как Россия, может говорить, что она заботится о правах и вообще о человеке? Но конечно же, недолго думая, российские псевдодипломаты делают громкое заявление. Они обиделись и сами уходят. Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливые. Знаете, что мы долго запрягаем, да? Вы же русскоговорящие. Вот запрягали мы очень долго. И сейчас уже пора нам ехать. Но куда же ведет язык российской дипломатии? По дипломатии. Российская дипломатическая машина – это в основном про пропаганду и про оправдание. Это не про какие-то цели. Бессменный глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров вот уже почти два десятилетия пытается убедить мир в своей компетентности и честности. Пацан сказал, пацан сделал, да? Правда, 72-летнему политику давно уже никто не верит. Очередную порцию кремлевской пропаганды слушать нигде не хотят. В России дипломатия умерла. Умерла, не родившись. И когда договориться с мировым сообществом не выходит… Мы вам не мешаем. Из уст российского политикума раздаются раздражения, угрозы и обиды. Когда государство милитарное, по сути, когда КГБшная суть проела его и подчинила себе, фактически государство выступает инструментом в руках спецслужбистов, то тогда и внешнеполитическое ведомство обслуживает эти интересы и превращается в департамент КГБ. При этом российские дипломаты, как только им прищемили хвост, улечиво лжи, конечно же пытаются обвинить коллег в двойных стандартах и прогнившей системе. Вы знаете, западные наши коллеги, они славятся тем, что передергивают факты, даже не моргнув и не покраснев. И всегда стремятся свою позицию, свои требования обосновывать искажением реальной картины. Ну, кому же как не Лаврову знать? Россия меряет мир по себе и они уверены, что так же работает дипломатия в других странах. Они все время смотрят на мир через забрало в танки и никак иначе. Хоть это дипломаты, хоть культурные деятели. По словам главы российской дипломатии, во всем виновата Украина. И мы не только мучаем пленных российских солдат, но и сами устроили геноцид в Буче. Но Россия настолько великодушна, что готова нас простить. Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс. Россия, вступая в переговорные процессы, вступает не договориться, а в битву, чтобы достичь своего и прогнуть других. Так же без капли стыда Лавров последние несколько месяцев усердно доказывал, на Украину не нападут. Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы, мы тоже не позволим. Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу. Ну, то, что слова российских политиков ничего не стоят, все уже поняли. Парадокс, но Лавров и сейчас говорит о том, что на Украину они не нападали. На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. Возникает логичный вопрос. Ну так а что Россия тогда делает на переговорах с Украиной? Мы слишком страдали от нацизма. Вместе с этим российских дипломатов очень обижают, как они говорят, вранье западных партнеров. Просто говорят, вот Россия на ровном месте начала операцию против украинского государства. А то, что украинское государство 8 лет плевать хотело на минские договоренности и бомбило города, поселки и убивало мирных граждан, это все за чертой. Кстати, российский МИД считает, что повестку дня даже на войне нельзя ограничивать политическими темами. Порассуждать дипломаты любят не только о исторической справедливости, но и о происхождении не этого человека, а борща. Книги о кулинарии. А они тоже запрещались. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Ну нельзя. Он должен был принадлежать только кому-то одному. Вот только кому-то одному. Какому-то одному народу. Одной национальности. На компромиссы идти не хотели. Так это и есть то, о чем мы говорим. Ксенофобия. Нацизм. Экстремизм во всех видах. С одной стороны смеются, а с другой это показывает глубину падения российской дипломатии. Это уже даже не пропаганда, это на самом деле шизофрения. Но кроме некомпетентности и угроз российским дипломатам не чужды и оскорбления представителей СМИ. Дебилы. Вы что, серьезно сейчас вот этот вопрос-то задаете? Ну почему бы и нет? Вы сами придумали ли вам из Вашингтона прислали? Вы больные девочки, все больные. Спасибо. Стоп. И с каждым новым заявлением из Министерства иностранных дел России, все очевиднее, что хваленая российская дипломатия на том же уровне, что и великая русская армия. Я не являюсь спикером по этой теме. Есть профессионалы. И она уверенно идет по курсу российского военного корабля.